Привет, друзья! Компания Porsche, следуя традициям, продолжает расширять модельный ряд своего культового суперкара 911. Нет, ну согласитесь, вариаций двухдверки настолько много, что даже фанаты марки порой путаются во всем этом зоопарке моделей. И тем не менее, немцев это не останавливает. После премьеры хардкорного 911 GT3 в компании посчитали уместным выделить в отдельную модель более спокойный гражданский вариант этого пожирателя треков. Имя такой версии – Porsche 911 Touring. Внешне новая модификация отличается от своего собрата отсутствием огромного антикрыла. Здесь его место занимает более лаконичный выдвижной вариант, который лучше подходит для повседневной эксплуатации. Во всем остальном, начиная с обвеса, дисков и двухствольной выпускной системы с центральным расположением, эта версия полностью такая же, как и обычный вариант GT3. Правда, есть еще кое-какие отличия в интерьере в виде расширенной отделки кожи и декоративным тиснением в дверных панелях. А так, концепция точно такая же. С технической точки зрения, как это неудивительно, изменений тоже никаких. Двухдверка предлагает православную атмосферную 4-литровую оппозитную шестерку мощностью 510 сил и 470 ньютон-метров. При этом двигатель способен крутиться до 9000 оборотов в минуту. Так что всем хейтерам электрокаров посвящается. Спорткар оснащается задним приводом и предлагает на выбор шестиступенчатую механику или семиступенчатый робот. В общем, настоящий хардкор. В первом случае вес автомобиля составляет 1418 килограммов. Первую сотню вариант с механикой преодолевает за 3,9 секунды и способен развить скорость в 317 км в час. А с роботом спорткар на 17 килограммов тяжелее. Но это ему не мешает разменивать первую сотню за 3,4 секунды и развивать скорость в 320 км в час. Если вам понравился новый вариант 911, тогда готовьте денежки. В Германии за такого красавца придется выложить 170 тысяч евро. BMW продолжает тестировать следующее поколение седьмой серии. И судя по последней информации, немцы приступили к активной фазе. Новая седьмая серия, которая в этом поколении получит еще и полностью электрическую версию, уже вовсю бороздит просторы северной петли и показывает, на что она способна. А это значит, что до премьеры осталось не так уж и долго. Уже на данный момент известно, что новая семерка лишится версии SW12, а ее место займет полностью электрический вариант i7, отдача которого перевалит за отметку в 600 лошадиных сил. Кроме того, будут предлагаться и бензиновые версии, в том числе и гибрид с 4,4 литровым V8, который может дебютировать на новом X8. Правда, в случае с семеркой его мощность будет меньше, чем 750 сил, которые обещают топовому X8. Если верить изданию BMW Block, новая семерка в кузове G70 станет на конвейер в июле 2022 года, а это значит, что премьера может состояться уже в начале следующего года. Тогда же мы и увидим, как будет выглядеть новая семерка с двухуровневой оптикой. Audi наконец-то начала тизерную кампанию, связанную с новой RS3, а это значит, что скоро заряженный хэтчбэк предстанет во всей красе. Кроме демонстрационного ролика, изданию Motor1 удалось заполучить несколько кадров от хэтча и седана. Правда, пока все это дело находится под обильным слоем камуфляжной пленки. Тем не менее, уже на данном этапе можно понять, как будут выглядеть обе новинки. По технической части никаких сюрпризов не будет. Еще в прошлом году немцы подтвердили, что RS3 сохранит двух с половиной литровую турбо пятерку и получит модифицированную версию от Audi RS Q3 с точно такой же отдачей в 400 сил и 480 ньютон метров. Также ходили слухи, что новинка может получить еще более производительную версию Performance. Правда, пока о ней ничего не известно. Если даже такая версия и будет, то появится она намного позже. Феррари опубликовала первый видеотизер, связанный с ее новым гибридным суперкаром под кодовым именем F171. Если верить утечкам, это будет модель начального уровня, предлагающая бензиновый V6, работающий в паре с электромотором. То есть это будет полноценный подключаемый гибрид от компании Ferrari, что ознаменует новый этап в развитии бренда. По слухам, новая силовая установка сможет выдать 700 лошадиных сил, а главным конкурентом суперкара выступит McLaren Artura. Больше подробностей о новинке мы сможем узнать уже 24 июня. Именно тогда итальянцы покажут свой новый гибридный суперкар. Друзья, а у меня на сегодня все. Как всегда, оставляйте свои отзывы по поводу услышанного и увиденного. И подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Нам очень важна ваша поддержка. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok